А у нас в гостях, как мы и обещали, косплееры. Это участники третьего по счету фестиваля молодежной поп-культуры Гигфест, который является уникальным во всем Дальнем Востоке. Спешим вам представить Плаву Лагуну, Темного Рейнджера и, конечно же, Тони Старка. Доброе утро, друзья. Первый вопрос у меня к Темному Рейнджеру, потому как о Плаву Лагуну и Тони Старка все уже знают, телезрители, они узнаваемые персонажи. Кто вы такой Темный Рейнджер? Я исследовал Фаллаут, я являюсь давним фанатом этой серии. Это началось где-то в 2001 году, и вот буквально 4 года назад я приобрел одну игру, где Темный Рейнджер был маскотом Фаллаута Нью-Вегаса, и поэтому я и выбрал данную. То есть это персонаж компьютерной игры Фаллаут, все верно, да? А дорогие друзья, Плава Лагуна, Тони Старк, почему вы выбрали именно этот персонаж для участия в Гигфесте? Плава Лагуна? Плава Лагуна? Мне кажется, этот персонаж очень необычный, красивый, и мне кажется, его еще пока никто не косплеил, по крайней мере, у нас в городе. А Тони Старк? Это один из любимых героев моего сына. А, ну конечно. Порадовать сына за это круто. Да, а Плава Лагуна, вы на фестивале исполняли свою коронную песню? Нет, я так не умею песню. Как долго готовился ваш костюм? Вот что вы делали для этого? Сами ли вы изготовили его, или, может быть, прикупили в интернете? Как это все происходило? Ну, Василий, Темный Рейнджер. Да, собственно, ручно, в течение месяца. Сразу после того, как я прибыл, сами я узнал о Гигфесте. И в течение двух месяцев я выбрал образ. А два месяца, значит, ушло у вас на создание этого костюма? То есть вы мастерили вот эту маску, шлем, нагрудный, вот, да? И на рукав. А, и рукава, да, щитки. Ага. Тони Старк. А Тони Старк, давайте. Я делал, ну, месяц ушел у меня. Тоже месяц? Да. Ага. Это первый ваш такой вот костюм крутой? Ну, такого масштаба, да. Вот так я делал рыцарь еще. Ну, у вас еще вот светится вот ваша маска, вот треугольчик на груди, вот что там у вас? О-о-о, она еще и так может. Это круто. Одним движением, да, головы. Дети в восторге, действительно. Там у вас батарейки, там что у вас? Там много чего, электроника. Мне с ВФУ этот, школа робототехники помогала, там советую. А-а-а. Настоящий робот Джервис, наверное, там есть. Здорово. И Плава Лагуна, вот как долго вы создавали свой костюм? На самом деле, ушла неделя, я спохватилась очень поздно. Мне помогал мой молодой человек и его мама. А. Потому что я совершенно не умею шить, это был, это мой первый костюм, который я сшила, можно сказать. Ну, большую часть сама, но мне, конечно, помогали. А вот эти ваши вот штучки, волосы, они из чего сделаны? Они сделаны, ну, ткань называется, тафта очень плотная, и внутрь мы набили синтепон. Ну и все, в принципе. А в следующем году будете принимать участие в этом фестивале? Да, но я пока не знаю. Уже задумки, задумок нет пока, да? Задумок пока нет. А у вас, ребята? Я уже потихоньку начинаю. Уже мастерить. Готовиться? Вы уже начинаете готовить. Если вы за месяц это смогли смастерить, что вы собираетесь за год? За год. Ну, вот увидим. Это сюрприз будет, да? Это влезет в зал, если что-то мастерить. Да, да. Дорогие друзья, вот Плава Лагуна сказала, да, что вот еще не косплеил никто вот эти образы ваши, да? А вот вообще самый популярный персонаж на таких вот фестивалях, это какие вот по вашим замечаниям? Вот как вы думаете? Тони Старк, да? Ага, а вот из компьютерных игр вот кто самый популярный? Из новой игры, вот. Очень я вас не поняла, потому что играю в компьютерные игры, но, наверное, наши телезрители поняли. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, что нашли время, что пришли, что оделись. Это просто супер, вы украсили наш эфир.